Казахстан Сегодня сотый день войны в Украине. Россия не выполнила поставленных задач, считают на Западе. В центре Северо-Донецка идут бои. Российская армия наносит удары пожилым домам и предприятиям. Украинские прокуроры изучают факты насильственного вывоза детей в Россию. Перемещение детей силой подпадает под определение геноцида. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкекской студии. Я Шавка Тургаев. Здравствуйте. На Кыргызстанско-Таджикистанской границе сегодня произошла очередная перестрелка между пограничниками двух стран. Таджикистан началась примерно в полдень и продолжалась более двух часов. В результате двое пограничников Кыргызстана и один Таджикистана получили ранение. Как и раньше, обе стороны винят друг друга в провокации. Например, в погранслужбе Кыргызстана заявили, что причиной конфликта стало нарушение таджикистанскими пограничниками условной линии границы. Официальные власти Таджикистана ситуацию пока не комментировали, но источник издания «Азия Плюс» в сельской управе «Варух» сообщил, что границу нарушили пограничники Кыргызстана. Из заявлений обеих сторон известно, что инцидент произошел на участке близ таджикистанского Варуха в местности Пули-Офтубруй и кыргызстанского села Булак-Баши. Погранслужба ГКМБ Кыргызстана сообщила, что таджикистанская сторона применила минометы. И ближе к вечеру стороны провели переговоры, договорились отвезти силы к местам до постоянной дислокации, не допускать эскалации конфликта и решать вопросы путем переговоров. Сейчас ситуация стабильная. Я напомню, протяженность кыргызстанско-таджикистанской границы составляет 970 километров, из которых описаны лишь 519. В Казахстане в преддверии референдума полиция задержала гражданских активистов. Люди потребовали от президента Токаева прекратить преследование по политическим мотивам и освободить их единомышленников. Подробности у Даурена Хайергельзина. Члены незарегистрированной Демократической партии Казахстана вывесили в Алматы баннер с требованием от президента освободить их лидера Жан-Болата Мамая, которого больше трех месяцев удерживают в СИЗО. Плакат висел недолго. Прибывшие к месту полицейские задержали четверых членов Демпартии, среди которых была и супруга Мамая Инга Иманбай. Свободу Жан-Болату Мамаю, свободу политическим заключенным и всем задержанным во время январских событий активистам тоже свободу. Задержанных активистов обвинили в нарушении правил благоустройства и оштрафовали каждого на 130 долларов. Накануне вечером в одном из микрорайонов Алматы появился мурал с изображением четырехлетней Айкорки Медельхан, убитой во время январских событий. Рядом с портретом девочки оставлена надпись с вопросом «Какой дядя меня застрелил?» Авторы мурала – члены движения «Хазак Коктиме». Уже во второй раз за последние 10 лет нас расстреливают на улицах наших же городов. Невинных людей, боровшихся за свои права, убивают на родной земле. Неужели мы готовы промолчать и в этот раз? Неужели у нас не хватит смелости потребовать справедливости? Ранее казахстанские общественники призвали соотечественников бойкотировать предстоящий референдум. По их словам, все анонсированные Токаевым изменения носят лишь косметический характер и не повысит уровень демократии в стране. Референдум за поправки в Конституцию состоится уже в это воскресенье. Право голоса имеют больше 11 миллионов казахстанцев. В бюллетене будет всего один вопрос и два варианта ответа – да и нет. Президент Казахстана Касым Жумар Токаев записал видеообращение к народу. В связи с предстоящим референдумом, по его словам, плебисцит станет проверкой общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность. Токаев призвал казахстанцев сделать исторический выбор. В течение месяца в стране шло активное обсуждение и разъяснение проекта конституционных поправок. Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе. Все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов прав и свобод всех граждан. Я напомню, в это воскресенье, 5 июня, казахстанцы должны отдать свой голос за или против предложенных президентом изменений в основной закон страны. О каких поправках идет речь, об основных расскажет Тимур Ермашев. Указ о проведении республиканского референдума был подписан президентом страны 5 мая этого года. Согласно проекту, вынесенному на голосование, поправки коснутся 33 статьи основного закона. Первая статья, которую предложено изменить, касается создания конституционного суда. Его председатель будет назначаться президентом. Также глава государства получит право назначать глав комитетов нацбезопасности, нацбанка, высшего судебного совета и генерального прокурора. Далее в новой редакции появится пункт, согласно которому земля и ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы будут принадлежать народу, а не государству, как это было раньше. Председатели судов, члены избиркомов, работники органов нацбезопасности, военнослужащие и полицейские не должны состоять в политических партиях или поддерживать их. Беспартийным должен быть и президент страны в период нахождения у власти, а его близкие родственники не вправе занимать высокие должности. Пункт, запрещающий пребывание на посту президента более двух раз подряд, прописан уже без упоминания первого президента. Его статус из основного закона также будет исключен. Депутаты парламента двумя третьими голосов могут преодолеть возражения президента по принятию того или иного закона. Главы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на должность президентом республики согласие депутатов Маслихатов, органов местного самоуправления. При этом глава государства должен представить как минимум двух кандидатов на пост. Однако президент оставляет за собой право снять любого Акима по своему усмотрению. Депутаты Маслихатов также вправе выразить недоверие главе своего населенного пункта. Президентская форма правления не может быть изменена. Новая конституция будет принята со дня официального опубликования сообщения об итогах референдума. И уже через несколько часов в Казахстане наступит день тишины. Перед референдумом генеральный прокурор Булат Димбаев уже предупредил граждан об административном наказании за любую агитацию в течение ближайших суток. Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, зарегистрированных в Центр-Избиркоме. Надо сказать, что большая часть казахстанцев имеет слабое представление о том, что именно предлагается изменить в ходе предстоящего голосования. Но, тем не менее, желающих воспользоваться своим конституционным правом достаточно. Политика не интересуется. Давно уже нужно было эти реформы как бы вводить. И я считаю, что это долг каждого гражданина. Ну, что было конституционный совет, сейчас будет конституционный суд, что земля принадлежит нам, Казахстану. Ну, дальше там не все, как бы знаю. Думаю, что это первые шаги в правильном направлении. Некогда думать об этом, свои заботы полно. Там касательно именно все поправки, в части... Как, я уж сейчас внезапно пришлите. Неудобно сейчас уже было. Если честно, ничего не знаю. То, что я могу вообще реализовать свои конституционные права. Там же непонятная ситуация. К другим темам президенты Таджикистана и Узбекистана дали старт строительство Иванской гидроэлектростанции на реке Заравшан. Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Президенты нажали на символическую кнопку из Ташкента. Начало реализации грандиозного проекта специально приурочили к официальному визитуру Эмма Мали Рахмана в Узбекистан. Иванская ГЭС является первым крупным гидроэнергетическим проектом Таджикистана и Узбекистана. Мощность станции составит 140 мегаватт. Ее строительство оценивается в 282 миллиона долларов. По официальным данным, интерес к участию в финансировании проекта проявили Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития. Многие эксперты отмечают, что еще 6 лет назад никто даже не мог подумать о таком проекте. Дело в том, что предыдущий президент Узбекистана Ислам Каримов выступал резко против строительства любых ГЭС в Кыргызстане и Таджикистане. А сейчас официальный Ташкент наоборот выступает с инициативой возведения новых станций в верховьях рек Центральной Азии. Смотрите далее в нашей программе. Сегодня сотый день войны в Украине. Россия не выполнила поставленных задач, считают на Западе. В центре Северодонецка идут бои. Российская армия наносит удары пожилым домам и предприятиям. Украинские прокуроры изучают факты насильственного вывоза детей в Россию. Перемещение детей силой подпадает под определение геноцида. Украинские прокуроры, которые расследуют военные преступления на территории страны, изучают факты насильственного вывоза детей в Россию и планируют завести уголовное дело по факту геноцида. Об этом заявила генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова. «Нам известно о более чем 20 случаях насильственного вывоза людей в Россию. Рассмотрение дела о геноциде мы начали с первых дней войны, поскольку перемещение детей силой подпадает под определение геноцида. Но такие дела вести крайне сложно, поскольку мы должны собрать все доказательства. Речь идет о разных районах Украины, как на севере страны, так и в Херсонской и Николаевской областях. Там нужно провести расследование. Но для этого нам нужно туда попасть, иначе у нас не будет необходимых доказательств». Международное гуманитарное право классифицирует насильственные массовые депортации людей во время военных конфликтов как военное преступление, а насильственное перемещение детей как геноцид. О других новостях о войне в Украине узнаем прямо сейчас. К нам в эфир присоединяется наш корреспондент Юлия Горещева. Юль, приветствую. Сегодня сотый день агрессии России против Украины. Подведи некие итоги, если можно, конечно, так выразиться. Да, Шавкат, привет. Каждый день я рассказываю больше о сводках, а сегодня я попробую подвести итоги 100 дней войны в Украине. Итак, 20% украинской территории на данный момент находится в оккупации. Об этом недавно заявил президент Украины Владимир Зеленский. Частично оккупированы Запорожская, Николаевская, Харьковская области. Больше чем наполовину Донецкой области, 90% в оккупации на данный момент Херсонская область. И 95% в оккупированной территории Луганской области. И на данный момент там продолжаются самые ожесточенные бои. Некоторые российские издания пишут, что из-за успехов в продвижении на Донбассе есть варианты у Кремля повторить штурм Киева. Однако и военные эксперты не разделяют эту точку зрения. Почему? Давайте послушаем. Нам об этом рассказал глава расследовательского центра Конфект Интеллидженс Тим Руслан Левиев. Продвижения заметные есть, хотя они довольно-таки медленные. То есть нельзя сказать, что российская армия сейчас двигается быстро на Донбассе. Думаю, вполне есть шансы у России полностью захватить Луганскую область. То есть выйти на административные границы Луганской области. По части Донецкой области там еще воевать и воевать. Главные генералы плюс Путин абсолютно искренне верят, что операция для России идет успешно. И война идет успешно. Поэтому, наверное, в их пожеланиях, хотелках после Донбасса действительно значится какая-нибудь там Харьковская область или даже новое наступление на Киев. Но проблема в том, что, как и сказал, сейчас идет война на источнение ресурсов. Плюс еще и в течение февраля, марта, апреля российская армия тоже понесла огромные потери. И по части бронетехники, и по части боеспособных подразделений. И все эти потери восполняют крайне сложно и крайне долго. Особенно, когда вся страна находится в международной изоляции. У России банально не будет никаких ресурсов для новых наступлений на Харьковскую область, на Киевскую область. Сейчас позиции украинских сил сконцентрированы не только на Донбассе и на обороне. На Луганской, Донецкой области. Также украинские войска пытаются контратаковать и наступать в Харьковской области, а также в Херсонской области. Только за последнюю неделю ВСУ отчитались о том, что вернули под контроль Украины 24 населенных пункта в Херсонской области. За все это время уже было несколько заявлений о том, что в Херсоне будут проводить референдумы о том, чтобы создать Херсонскую народную республику или присоединить Херсон к России. Однако ничего из этого не было реализовано. В Херсоне есть очень большое партизанское движение и поддержки оккупационных властей большой там не наблюдается. Ну а сколько за эти дни было жертв в Украине среди мирного населения, среди военных? Об этом сейчас говорить очень сложно, потому что есть жертвы на оккупационных территориях. И посчитать их, к сожалению, сейчас очень сложно. Ну вот по данным последним ООН, которые были в конце мая опубликованы, в Украине за три месяца войны погибло больше 4074 человек, а среди них больше 250 – это как раз дети. Ну и сегодня, вот если говорить о военных, да, о сказках военных, то недавно президент Зеленский сказал, что в последние дни только на Донбассе за один день украинская армия может терять около 50 человек личного состава. И он сегодня в честь ста дней войны обратился к украинцам и к военным давать послушать. Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, подоляк тут, президент тут. Наша команда намного больше, вооруженные силы Украины тут. И самое главное – наш народ, народ нашего государства тут. Защищаем Украину уже сто дней. Победа за нами. Слава Украине. Юлия Горьевич была с последними новостями из Украины. Юлия, большое спасибо, всего доброго. За сто дней полномасштабной войны в Украине Львовская область приняла 242 тысячи внутренних переселенцев. Из них 75 тысяч – это дети. Многим семьям уже некуда возвращаться, их дома разрушены. С 24 февраля только во Львовской области силы противовоздушной обороны сбили в небе 23 крылатых ракеты и 11 российских беспилотников. Всего же, по данным Генштаба России, выпустила по Украине 551 крылатую ракету типа «Калибр» и «Искандер». Напомнить о героической работе украинских защитников сегодня решили артисты Львовской национальной оперы. Перформанс «Сто дней февраля» провели под открытым небом возле памятника Тараса Шевченко. Солисты балета показали фрагмент спектакля «Лилея». Главная героиня прощается с парнем, который уходит на войну. Танец символизирует любовь девушки и парня, жизнь двух молодых людей. И потом происходит такая же трагедия, как сейчас в Украине. Парня забирают на войну. «Сто дней февраля», потому что для украинцев жизнь остановилась в феврале. И мы пытаемся это изменить, чтобы наконец-то по-настоящему пришла весна. Сегодня мы спросили на улицах Львова у жителей города, как изменилась их жизнь за последние сто дней. И вот что они ответили. «Конечно, для меня вообще то, что война произошла, это действительно как страшный сон. Такого я себе вообще не представляла». «Я потерял семью. Не совсем потерял, но она сейчас за границей. Мне от этого очень тоскливо, потому что здесь я хоть что-то делаю, но расставание – это очень тяжело». «Учитывая, что мои родители находятся на оккупированной территории, изменилась жизнь в худшую сторону. Во Львове сейчас более-менее тихо, поэтому не знаю. Могу сказать, что изменилась в худшую сторону». «Соседлого образа жизни мы превратились в новых намадов. Знаете такое движение? Новые намады. Это уже лет 20 мировой тренд. Современное урбанистическое движение. Такой кочевой образ жизни». «Изменилась в плане нестабильности, в плане переживаний, в плане нестабильной ситуации в нашей стране. Гибнут наши парни, погибает много людей. Мы очень переживаем за нашу Украину, за наших друзей, знакомых, близких. Ждем с нетерпением победы. Надеемся на нашу СССР. Очень им благодарны за их труд, самопожертвование. Надеемся на Божью помощь. Все будет, Украина». «Сто дней я начала очень бояться разных звуков. Просто у меня сразу колотится сердце. Частично приехала в село к бабушке. Очень психика изменилась. Каждый счастливый момент ты стараешься растянуть надольше». «Мой дом целый, но мы туда не вернемся пока. Кочевая жизнь. Кочевая жизнь, потому что ты не знаешь, где ты окажешься завтра с детьми. Вот это пугает больше всего». В украинских школах заканчивается учебный год. Однако в Мариуполе оккупационной власти детей на отдых не отпускают. Собираются за лето подогнать программу под российскую. Как с вызовами войны справляются преподаватели? В настоящее время побеседовала с учительницей младших классов из Северодонецка. В марте последним поездом она эвакуировалась на запад Украины и, несмотря на все сложности, дистанционно продолжила работу, рассказывает Анна Бравко. Учительница младших классов Елена Слепцова приехала во Львовскую область из обстреливаемого с первых дней войны Северодонецка. К привычной математике, письму и чтению добавились новые знания. «Я знаю, что такое грады. Я знаю, что это 21 секунда. Ду-ду-ду-ду-ду, без перерыва. Это слышу, понимаю. Я понимаю, как это автомат на очереди, как это миномет». Десять дней вместе с пожилой мамой Елена прожила в подвале. У обеих сахарный диабет, но запаса лекарств и еды с собой не было. «И мы с мамой выбрались, побежали на мост, где находились наши солдаты. Было очень страшно, потому что мы почему-то выбрали документы, когда очень сильно стреляли. Снег, дождь. И мы бежим, плачем, кричим, и мы бежим на этот мост к этим солдатам. И мама прямо вот в ноги, пожалуйста, отвезите нас на ЖД вокзал». У Елены, как и у большинства пассажиров, из вещей маленькая сумка с документами. Ни воды, ни еды не было. Все это на вокзалах в их поезд через окна забрасывали волонтеры. «Мы хотели пить. А кто это сейчас? Мужик подошел к окну и кричит, вода нужна? Да, нужна, конечно, нужна. Он начинает просовывать бутылки вот в эту фрамуку, а они не залазят, они большие. Сейчас, я сейчас. Он кому-то зовет, и нам начинают закидывать в окно маленькие бутылки воды. Я не знаю, сколько он их кидал. Они холодные, представьте, все так пить хотят». Еще до выхода приказа в Минобразование. В конце марта учительница по собственной инициативе возобновила дистанционное занятие. Поначалу больше общались, чем решали примеры, вспоминает ученица Елены. «Ну, а потом позже говорили, да, кто где, в каком городе. Так, еще что рассказывали. Вот всегда было весело узнавать, у кого какая погода, да. Потому что у нас дождь, а в них солнце, да. У меня слезы душат. Я вот так вот закрываю, чтобы им не видеть. И вижу, как плачут на заднем фоне их мамы. И вижу, как эти дети счастливы меня видят». В Украине из-за войны, по данным Министерства образования, разрушены почти 1900 школ, вузов и детских садов. 180 из них уничтожены полностью. А в Мариуполе детей на летние каникулы оккупационной администрации не отпускают. Хотят подготовить школы к российской программе. Ученики Елены из традиционно русскоязычного северодонецка, напротив, усерднее, чем когда-либо взялись учить украинский. «Вы не представляете, у меня была тема, чего я больше всего хочу. Ну, все как один, до слез. У меня рисунки их сохранились. Понимаете, это обязательно и сердечко нашим флагом, уже автоблокитное. Они у меня все украинские. Понимаете, они у меня все патриоты, они у меня все ждут перемогу». И все ждут возвращения домой. «Мы же вернемся. Конечно, мы вернемся. Все хотят вернуться». Анна Бравко, Сергей Севко. Настоящее время. Украина. Если вы смотрите нас в YouTube, ставьте лайки, подписывайтесь на наш новый канал «Настоящее время Азия». Так вы поможете нам распространить это видео, чтобы его смогли увидеть гораздо больше зрителей. У нас нет цензуры, мы говорим обо всем. Мы продолжаем. В Кыргызстане задержали скандально известного министра здравоохранения Алымкадыра Бешеналиева, того самого, который лечил коронавирус отваром ядовитого аконита. На Бешеналиеве завелись сразу семь уголовных дел. Его обвиняют в коррупции, злоупотреблении и должностном положении. Вместе с ним задержаны еще три чиновника Минздрава. На это отреагировал президент Садыр Джапаров. Он создал комиссию по проверке выдвинутых против Бешеналиева обвинений. Подробности у Камилы Валиевой. Задерживать чиновника Генеральная прокуратура пришла вместе с антитеррористическим спецназом «Альфа». По данным надзорного органа, Бешеналиев закупил вакцину от коронавируса, несмотря на то, что Кыргызстан в них не нуждался. Стране передавали препараты в качестве гуманитарной помощи. Генпрокуратура сообщает, что платежи за те самые препараты ушли на счета в офшорные зоны. Должностные лица в целях извлечения личной выгоды приобрели 2 миллиона 460 тысяч доз вакцины. Из них 243 тысячи 223 дозы пришли в негодность. У других тоже истекает срок. Таким образом, государству нанесен ущерб в размере 1 миллиарда 581 миллиона сомов. Бешеналиева в народе называют министром зельеварения или просто аконитом. А все потому, что год назад он предложил лечить коронавирус отваром этого ядовитого растения. Министр выпил его на глазах у журналистов и разоткровенничался. Нетрадиционный метод продвигает лично президент страны Садар Джапаров. Затем он рассказал, что отвар поставили в больницы, а изготавливают его в государственной резиденции. Его надо применять только в горячем виде. Если принять его в холодном виде, то стоит сделать один глоток, как идет спазм дыхательной системы и человек умирает. Если после того, как вы выпили его в горячем виде, вы еще выпьете холодной воды или поедите мороженого, то человек тоже умирает. Все мы это написали. После этой пресс-конференции Слава Бешеналиева только росла. Когда он сам заразился коронавирусом, то заперся у себя в кабинете вместе с водителем и лечился аконитом. Затем апатажный министр начал ряд громких реформ, против которых выступало почти все медицинское сообщество. Несколько раз это доходило до крупных скандалов с именитыми врачами. Ай, лопух, я же тебе сколько мне ищу. В течение трех часов, если не освободишь, у тебя будут проблемы. Понял? А шел знаешь, куда вот здесь девушки сидят, стоят. Я тебя послал бы куда-нибудь. Через три часа, если сотрудник останется, ты со мной будешь иметь, у тебя будут большие проблемы. Несмотря ни на что, Бешеналиев продолжал гнуть свою линию и даже сравнивал себя с Петром Первым. Внимание к себе он приковывал не только этим. Появлялся на публике синяком под глазом, раздевался перед журналистами, называл врачей лопухами, а своих замов – алкоголиками. Его и самого подозревали в пьянстве. В ответ он только отшучивался. Я не пью водку. Просто я всегда пьян от жизни, от счастья. Алым Кадраби и Шиналиева поместили в СИЗОГУ с Комитета нацбезопасности. Меру пресечения ему еще не вынесли. Камила Валиева, Самат Ложбаев. Настоящее время. Азия. Бишкек. Кыргызстан. Ну что, это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного канала «Настоящее время» в Ютьюбе. Мы встретимся с вами уже в понедельник. Всего доброго. Ты имеешь право отказаться, Заня. Ты имеешь полное право отказаться. Я жил 500 человек. Ну, 100-120 человек. Мой сын не является военным. Он не подписывал никаких контрактов. Эта спецоперация не является войной. То есть не было мобилизации. То есть нечего делать 18-летнему мальчику непрофессиональному военному там, если он сам этого не хочет. У вас там бандеровцы ходят по улице с автоматами, людей расстреляют, детей маленьких едят. Я говорю, подожди, кто тебе такое-такое уже сказал? Никакого военного объекта здесь вообще даже не нах... ну, нет. Это просто девятиэтажные жилые дома. Так вот выглядит русский мир, который приходит помочь кому-нибудь.